Когда захватывали здание городской администрации, полиция просто с троем по приказу отошла и уступила здание берите то есть не было никаких попыток даже отразить толпу самый страшный день наверное вам рассказывали о нем все о нем помнят это день 3 мая накануне трагических событий 9 мая когда вы здесь просто было какое-то вакханалия варфоломеевская ночь после полученной команды о том что нужно удержать мариуполь от роста сепаратизма чтобы не захлестнуло так как и донецк в составе 28 человек мы собрались непосредственно в одном и близ лежащих дворов к мариупольскому исполкому и с криками работать спецназ ну чтобы подавить психологически противника быстро заскочили в здание заблокировали металлическую дверь со стрелками там было три или четыре человека с автоматическим оружием автоматикалачника пистолет и мы атаковали с голыми руками и дальше уже начали складировать всех сепаратистов в одну комнату повесили флаг над зданием и как только мы выполнили свою работу мы передали власть здание освобождали после чего поступало распоряжение передать его в руки властей мы милиция у нас нет сил для того чтобы его охранять постоянно ну достаточно сказать да что начальник полиции марвун который то время исполнял обязанности он с нашим главным бандитом чеченом он здоровался за руку то есть вместо того чтобы одеть наручники человеку который вооруженный человек который захватил административное здание пожимает руку садятся вместе за одним столом проводят совместные совещания это дикость это сюр потому что в этом городе нет мужиков и стадо баранов когда освобождали второй раз из полкова мариупольский они ожидая от нас что хунта будет использовать в том числе и какие-то препараты было средство фиалка сепаратисты назвали кувалдой при вдыхании которого наносится на удар последствия оболочки глаза ртань в общем ты бы какого и не был бы там боец ты не устоишь против этого и поэтому они завезли в подвал в противогазы одна группа отрабатывала обрабатывала эти противогаза вторая группа обрабатывала то здание когда они услышали неприятные ощущения слезы потекли они побежали к этим противогазом и начали ходить а отдел упал а отдел упал а отдел упал вашего противогаза это же были лучше обработаны фиалкой была воля людей была воля каких-то групп гражданского общества которые в то время уже подпольно зарождались существовали и вели про украинскую партизанщину откровенно говоря вот у них была воля зайти освободить а у полиции не было распоряжений не было политической воли для того чтобы удерживать ситуацию